Девушки отдыхают Производство Шанталь и Жан-Люк Мишо, при участии Франц Телевизион и ТВ Санкт-Монт Ричард Бери, Эмма Декон и Полит Жерардо Месье, привет, Адам Что на этот раз? Вырезали глаза, как и в прошлый раз Фабрега здесь? К твоим услугам У тебя странный вид, ты как? Где это случилось? На втором этаже, но сначала загляни на кухню Изабел Кендельер Судя по брызгам крови, его убили здесь Агнес Бланшо Когда он сидел и ел Майер Камун Жаль, не доел Выглядит вкусно Могу завернуть тебе с собой Все, пошли Жан Бурно Фарид Илуарди И Бруно Соломон Внимательнее, тут повсюду кровь Ланестер Что за запах? Ты имеешь в виду запах трупа? Нет Все, что-то другое Эрик, ты как? Эрик, ты что? Хочешь добавить мне работы? Что происходит? Эрик Спокойно, спокойно Вы когда-нибудь слышали о психологической слепоте? Она наступает в результате эмоционального шока, а не физических отклонений Эмоционального шока? Я 15 лет смотрю на труп и не вижу причины Возможно, уже достаточно В любом случае, вам повезло, профессор Герард, займется вами Он попросил вас зайти к нему как можно скорее Кто он такой? Он лучший в своем деле Так, если у вас возникнет необходимость, звоните мне, не стесняясь Вам покажут, как звонить Да До свидания Сначала найдите пятерку Здравствуйте Я Камель, ваш эрготерапевт Это клавиша посередине, чувствуете? С небольшим рельефом Все стандартно Слева будет 4 А справа 6 Сверху 1, 2 и 3 Снизу 7, 8, 9 Извините, вы кто? Ваш эрготерапевт Я буду вас обучать Спасибо, но меня не нужно обучать Вы хотели позвонить вашей жене? Я не женат Родственникам? Ну, в любом случае, у вас есть время Как я понял, вы пробудете здесь пару дней Будет неплохо, если мы немного поработаем за это время Как поработаем? Научим вас тому, что пригодится в повседневной жизни? Ну, посмотрим Думаю, мне не пригодится, я здоров В общем, моя дверь всегда открыта, кабинет прямо по коридору, сразу за лифтом Спасибо Скажите, вы не знаете, где мои вещи? В шкафчике справа Камель? Да Вы уже встречались с такими случаями, как мой? Нет, это впервые Если у вас не будет улучшений, я дам вам телефон человека, который творит чудеса Это кто? Ее зовут Жасинта Бержере Бульвар Распай Но пока в этом нет необходимости До встречи Позвонить Каминске Звонок в Каминске Алло Эрик, ты как? Плохо Они не знают, что со мной Вот черт Да, черт Так что там с этим трупом? Будет ясно после вскрытия, но Фибрига говорит почерк тот же Я раньше не работал серийным убийцей, так что круто Черт, а я застрял здесь Давай приезжай за мной Когда? Сейчас? Невозможно У нас собрание Могу приехать в конце дня Сколько сейчас времени? Четверть четвертого Приезжай Когда сможешь Договорились, до скорого Да, слушаю Мадемуазель, кому нужно обратиться, чтобы вызвать такси? Ко мне Когда вам нужно такси? Немедленно Здравствуйте Здравствуйте Я могу вам доверить, месье? Конечно Все хорошо, месье? Да, спасибо Осторожно Голова Куда едем? Месье Куда едем? Бульвар Распай Ну вот Извините Простите, пожалуйста У вас очень молодой голос Недавно работаете в такси? Недавно Но вообще-то это такси моего отца А вот здесь Вы не могли бы меня подождать? Да, но не бесплатно Вообще-то я не принимаю без записи Простите, но кое-кто мне сказал, что вы творите чудеса Да? И кто же это? Камель Он Эрготерапевт в Персе Я его знаю Сразу позади вас стол Вот так Что я могу для вас сделать? У меня проблемы со зрением Я перестал видеть Меня обследовали Но причину так и не нашли Говорят, это стресс Возможно, вы что-нибудь найдете Я пришлю результаты обследования Но, надеюсь, вы можете меня осмотреть уже сейчас Месье Ланастер Я не обследую пациентов То есть? Я не врач Я психоаналитик Здесь какая-то ошибка У меня нет проблем Считаете, слепота не проблема? Да, да, но здесь другое Другое? Послушайте, у меня нет ни времени, ни желания Валяться на кушетке, разглагольствуя о жизни Я заблудился Я слышу Что, если вы немного расскажете о себе? Эй, я здесь Где вы были? Я воспользовалась случаем, чтобы перекусить Я не думала, что вы освободитесь так быстро Хотите булочку? Я сам Предупредите, если я что-то не увижу Хорошо Понимаю, вы не привыкли С чего вы взяли, что я не привык? Вы напоминаете моего отца Когда он заболел Что с ним случилось? У него был диабет, но он не лечился Ему ампутировали ноги Поначалу он был так неуклюж, как и вы Из-за своего недуга Так что я понимаю Плевать я хотел На что? На вашего отца Полегче Он умер Извините Что мы будем здесь делать? Это полиция? Я здесь работаю А, так вы коп? Я хотела сказать, полицейский? Да У вас есть звание и всё такое? Капитан, а вы? У вас есть документы? Эрик, я иду Привет Ну, капитан Не забудьте, я записала свой номер, ваш мобильный Нужно произнести Габриэль Это кто? Моё такси С милой задницей Верю на слово Кто дежурит? Жербье Пошли Чёрт, извини Привет, Жербье Как твои дети? Дверь Проходи Напомни, что Жербье не женат Вот чёрт Господа Дождались Когда Все в сборе Маленькая ремарка Моя проблема со зрением пройдёт Это не мешает мне работать Это лишь временное неудобство Ясно? Ясно Итак, жертва Ришар Моранж, 43 года, архитектор, разведён Дочь, 10 лет, живёт с матерью На выходных жилого отца Никаких зацепок Орудие убийства Я бы сказала, острый предмет Наподобие резака или ножа Как в прошлый раз Характер разреза совпадает Жертва привязана, глаза выколоты По количеству крови можно сказать, что в момент экзекуции он был ещё жив Нет, здесь есть различия Моргана перенесли в комнату Для этого должна быть причина Узнать бы какая? В детскую комнату Нужно над этим подумать Думаешь, он педофил? Здесь нет сексуального акта И жертвы взрослые люди Но что-то здесь связано с детьми Был изнасилован в детстве? Возможно Последовательность его действий Да, глаза были выколоты в последнюю очередь Его достижения Как будто убийцу возбуждал страх в глазах своих жертв во время их агонии Он наслаждался этим страхом Глаза для него Как трофей Как скальп Скальп Макс Макс Игрушки на кровати жертвы Ты их принёс? Нет, эксперты не нашли в них ничего особенного Три игрушки Да, панда, обезьяна и жира Их оставили на кровати у ног жертвы у него перед глазами Верно Следы крови? Нет, их принесли в самом конце Как финальный аккорд Точно оставили перед его лицом Отпечатки? Ни одного, кроме отпечатков жертвы и его дочери И нет следов взлома Жертвы не были обеспокоены Что общего у жертв? Пока не знаем, если не считать, что обоим выкололи глаза Нужно искать Пересмотреть все записи, все детали преступлений Всё сравнить Я уже сравнил Сделай ещё раз Кто это был? Бартелеми Он хочет с тобой поговорить Пошли Что вы здесь делаете, Эрик? Вы на больничном У меня временная потеря зрения Я способен продолжать работать И я остаюсь Это всё Это не обсуждается Если я вас здесь увижу, вам не поздоровится Уведите его Договорились? Пойдём Подожди Подожди меня Могу ненадолго остаться? Нет Уверен? Справишься? Да Чего ты ждёшь? Когда ты уберёшься Договорились, что все Стрелы Будем Програмmy Уверен Скореть Договорились Ты Стрелы Скореть Могу ненадолго Могу ненадолго Скореть Скореть ЗВОНОК В ДВЕРЬ Кто здесь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Да. Алло. 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 Эрик, что ты здесь делаешь? Вторник, 29 число. И мы расскажем всем о событиях этого дня. Привет всем. Мы начнем с новостей. Черт. 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 Поехали. Черт. Черт. Кто здесь? Это я Держи, Барталуми попросил закинуть тебе это Вот Ты перепутал пуговицы Не скажешь, что это? Вызов на осмотр врача префектуры Медицинская комиссия установит степень твоей нетрудоспособности Публичный приговор Вы продвинулись с Моранжем? Ждем результата вскрытия Еще кое-что Звонили из больницы, говорят, ты сбежал? Да, и что? Ну, нужно закончить обследование, тебя отвезти? Нет, меня это достало Ну, если передумаешь, скажи Медицинская комиссия Позвонить Габриэль Звонок Габриэль Алло, это Ланастар Кто? Полицейский, которому вы вчера помогли Как вы, капитан? Я вас жду 20 минут Простите, в следующий раз дайте мигалку, и я приеду быстрее Мне понадобится шофер на ближайшее время, согласны? Да, я ваш водитель Но сначала давайте договоримся о цене Не волнуйтесь, сделаю тариф как для друга Куда едем? Для начала в больницу Уже отчаливаем Вы не сказали, что Бержере психиатр? Вы уже ее навестили? Да, но не думаю, что зайду еще раз Это значит, улучшений нет? Нет Поэтому ему нужна белая трость У всех слепых есть трость Вы их раздаете? Габриэль, мне ничего не нужно Осторожно, стул Вот так Давайте, устраивайтесь Хорошо Габриэль, не хотите выпить кофе? Мы поговорим пару минут С мистером Ленестером В холле стоит аппарат Что ж Расскажите мне, как вы? Я не выхожу Не могу сам одеться Побриться Заплатить Сходить в туалет Ну, с туалетом не помогу Зато насчет того, чтобы платить Погодите Дайте руку Вот Давайте Чувствуете? Купюра в 20 евро Цифра прощупывается указательным пальцем Запомните это Хорошо? Теперь 10 евро Почувствуйте у основания ногти Получилось? А сейчас Скажите, сколько это? Больше Сто Браво Чувствую себя идиотом А, наш беглец Это профессор Герард Вы всех обескуражили своим побегом? Почему не спросили разрешения? У нас не тюрьма Ненавижу больницу Тут я вас понимаю Тоже их не люблю Повернитесь ко мне Посмотрим на вас Еще чуть-чуть Вот так Зрачки реагируют одинаково Я бы назначил пройти Когерентную томографию Что это? Исследование сетчатки более точное, чем те, что вы уже делали Хорошо? Хорошо Идите за мной Это больно? Дайте мне руку Хорошо? Хорошо Вам удается справляться самому? Делаю все, что могу Но меня злит, что нельзя работать Я знал, что вы вели расследование по обоим делам об убийстве Кто вам сказал? Кто-то из ваших коллег проболтался интерну, что оформлял вас Они неплохо поговорили Догадываюсь, о ком речь У вас должна быть интересная работа Наблюдение, размышления, дедукция Задержание Не думаете, что мы имеем дело с серийным убийцей? Убийств должно быть не меньше трех, чтобы говорить о серийности У вас их два Да, но все может измениться Скажите, а вы как офтальмолог, что думаете об убийце? Ничего Как вы правильно заметили, я офтальмолог, а не психолог Не шевелитесь Итак, я буду вашим помощником, да? Да, скажем так Уверена, что вам это нужно? Ну да Я вам уже говорила, не беспокойтесь Осторожно, дверь Как сказал Камель Осторожно, ступеньки Две Мы ведь не можем сюда войти Хороший дом Нужно его обойти Должен быть вход справа, если я не ошибаюсь Погодите Да, вы правы Ух ты Вы меня научите? Мечтайте Сейчас поднимаемся на второй этаж Осторожно, там следы крови Что это за запах? Запах смерти Ладно, идите за мной О, чёрт Я предупреждал Говорите, что видите на кровати Здесь Лужа крови Кровь повсюду И ещё следы крови с лестницей ведут к кровати Вы видите игрушки? Да, целых три Опишите их Ну Один жираф мерзкий Обезьяна с длинным хвостом Ещё Ещё Панда Эй, что мне делать? Капитан Обопритесь на меня Давайте Вот так Ну, лучше Я бы хотел попросить вас об услуге А какой? Медицинское заключение о том, что я способен работать Я не говорю о ведении допроса, но я вполне мог бы находиться в бюро и вести досье Вы мне поможете? Да или нет? Если я ничем не занят, то хочется повеситься Я ломаю голову над этими двумя убийствами Почему они повлияли на меня? В любом случае, я не занимаюсь лечением Моя работа, моя жизнь Если у меня её забрать, я стану совершенно никем Как пацан Пацан? Мне жаль Я не понимаю, что со мной происходит Странные вещи Как обморок Какого рода обморок? Это как воспоминания, которые всплывают И когда это происходит, я чувствую тяжесть здесь Ваше беспокойство неудивительно после пережитого Ваше тело должно привыкнуть к новому поведению Поэтому иногда в области диафрагмы вы чувствуете скованность и вам трудно дышать Спасибо за урок анатомии Лучше бы объяснили, что творится с моими глазами Как пацан? Капитан! Эй! Спите? Что? Поедем за продуктами? Я буду толкать тележку, а вы скажете, что в неё складывать Мне ничего не нужно Рядом с вами коммерческий центр Вы упертая Я пожалуюсь вашему парню Вы что, держите его за яйца? У него нет яиц Вот как? Ну, мой парень девушка Вас не побеспокоит музыка? В лестнице Спасибо, Габриэль, не обижайтесь, но ко мне никто не заходит Ну, конечно И кто поможет разложить всё по местам, как сказал Камель Сами? Ну-ну Или у вас есть женщина? Она у вас есть? Тогда пошли Куда вы обычно всё складываете? В шкаф, справа от хода Итак, в алфавитном порядке Сверху на К, косуле, восемь банок В середине равиоли Это на R Четыре упаковки Круто И внизу Сардины Это на S Забавно? Что? Получилось КРС Да, забавно Вы, должно быть, оставили открытым окном наверху Я схожу, закрою Габриэль, не надо Оставьте Габриэль Это не здесь Габриэль Это странно Ваш дом как будто заброшен А привидение есть? Спуститесь, пожалуйста, вниз Да Да Эрик, это я Мы ещё раз просмотрели все документы по делу Тобиаса и Маранджа Что-то нашли? Нет, по-прежнему ничего, но хочу спросить, в твоей семье кого-нибудь зовут Ксавье? Нет, а что? Имя Ксавье Ланестера было упомянуто в деле Тобиаса, и я подумал... Это всё, что ты хотел? Ну да Габриэль Да Идём Хорошо, но предупреждаю, ночной тариф дороже И почему меня не предупредили? Не было причин беспокоиться Для Ксавье это в порядке вещей Он едет на вокзал, берёт билет на любой поезд Доезжает до конечной станции и возвращается назад Осторожно Впрочем, вы его знаете лучше В его карте отмечено, что это вы его поместили сюда Да, я Габриэль Опишите всё, что видите Ну, тут полно рисунков на стенах Что на них изображено? В основном, абстракция Достаточно неплохо На полке скрабл Ксавье играет в скрабл? Да И очень хорошо Коллекция солнцезащитных очков Старых Когда-то здесь лежали этикетки от Равиоли Сейчас очки Где он достал столько очков? Ещё здесь куча статуэток И кукла из фарфора Плюшевая игрушка «Заяц» И кое-что странное Что именно странное? У них у всех закрыты глаза Что ещё? На кровати игрушка Панда Помните, как в том доме? Только она у стены Позволите? Да Капитан Капитан Как вы? Вы полицейский? Да Несмотря на... Это временно Здесь фотография Это вы Рядом с вашим братом? А он ничего Это снято на заднем дворе Когда? Уже Почти 10 лет Последний вопрос Вам известно имя Жан-Марк Тобиас? Нет Он здесь работает? Я не знаю, но Он знал Ксавье Вы не могли бы разузнать? Я попробую Сообщу вам завтра Спасибо Кто такой Жан-Марк Тобиас? Никто А что находится наверху? В запертой комнате? Ничего Ясно И? Вкусно? Очень Не волнуйтесь вы, медсестра сказала, он всегда возвращается Да, только обычно через два дня Прошло уже 10 Что случилось? Первое убийство совершено 10 дней назад Думаете, это сделал ваш брат? Что вы несёте, конечно, нет Чего вы вмешиваетесь? Хорошо, хорошо Если вы всё так воспринимаете, я оставлю вас в травиоле А меня вообще-то ждут Вам везёт В чём? Вас ждут Всё в ваших руках Вы же не квазимода Не в моём вкусе Льстите, чтобы воровать мои рвиоли Вот именно Всё До завтра Льстите, чтобы воровать мои рвиоли КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Осторожно, открываю Ну а пока вы дуетесь, я работаю Между прочим, могли бы мной гордиться Блажен, кто верует Тогда ничего вам не расскажу Ну раз вы настаиваете Скажу, что вчера поговорила со своей подружкой Дафной Я же просил никому не рассказывать Не переживайте так, Дафна могила Короче, я рассказала про исчезнувшего брата и что у вас депрессия Она покопалась в интернете и взломала сайт больницы Что она сделала? Вы же хотели знать про Жанна Марка Тобиаса? Да, но... Так вот, ответ «Да» Это скульптор, который проводил арт-терапию Что за арт-терапия? Использование творчества в лечебных целях Так было написано Ваш брат посещал занятия шесть месяцев назад Вот откуда статуэтки в его комнате И еще кое-что о Жанне Марке Не уверена, что важно, но он состоит в ассоциации Александрийца Состоял Почему? Потому что он умер О, черт, когда? Десять дней назад Первая из двух убийств А Александрийца это что? Ну, это люди с разноцветными глазами Знаете, когда у человека глаза разного цвета Не вижу связи с поэтикой, но как-то так Это от Александра Великого У него глаза были разного цвета А я с вами прямо просвещаюсь Точно Ваш отец тоже был полицейским? Как вы догадались? Я лишь спросила Не сложно догадаться Да, он был полицейским Я хочу понять образ мысли убийцы Имеется в виду не инстинкт выживания Или самообороны, а планирование убийства Если говорить о вас, то вы уже... Убивал? Нет Но у меня была возможность Не торопитесь Итак Давайте разберемся Что вызывает ваши приступы Это произошло, когда вы сказали Что никогда не убивали Как будто не уверены Есть связь между смертью и чем-то личным Ваши родители до сих пор живы? Нет Умерли оба Отец покончил с собой Застрелившись из стабильного оружия Когда мне было 12 Мать скончалась через 10 лет Хотите поговорить об отце? У меня немного воспоминаний Только чувство страха Мы с братом его очень боялись По крайней мере, когда у него начались проблемы Какие проблемы? Одно расследование, которое плохо кончилось Его арестовали, хотя он был невиновен Судья Поверил словам преступника, а не полицейского Тот вечер отец впал в депрессию Все закончилось печально Он будто перестал существовать Перестал есть Разговаривать И общаться с семьей Совсем от нас отдалился Это было ужасно Должно быть, вам с братом было очень тяжело? Да Особенно Ксавье Он был маленьким, на него это сильно повлияло Он был с ним жесток? Иногда Кроме того, Ксавье всегда был непростым ребенком Но Все мои воспоминания затянуты пеленой Плотной белой пеленой Все похоронено в моей голове Тоже произошло на месте преступления? Да Думаю, да Вас беспокоит этот пробел в воспоминаниях? Нет Не сильно Возможно, этот блок вас защищает Защищает? Как это может меня защищать? Еще скажите, что моя слепота меня защищает Хорошо Давайте на этом остановимся Эрик? Каминский? Да Что ты здесь делаешь? Где Габриэль? Она приедет позже Поедем со мной? Куда? В музее игрушек У нас третья жертва Полегче Я не мешок с картошкой Я не работаю, а ты за мной приехал В чем дело, Каминский? Когда ты в отделе, то никому житья нет А без тебя ничего не движется с места Вот что происходит Бартелеми, в курсе? За кого ты меня держишь? У неделю Сан-Си Ромон-Дор Говорит о криминалистике Что? Что такое? Я бы сейчас многое вотл, чтобы взглянуть своими глазами Осторожно Расскажи, что ты видишь Слушай, повсюду старые игрушки Они тут везде По центру Огромная карусель Круто Ясно Что еще? Вокруг висят самолетики Стоят макеты кораблей И гигантские марионетки Вот это странно на нас смотрит У него смешная голова Матрешки и маленький динозавр Комната как манеж, а здесь лестница Пошли наверх Последняя ступенька Мы в комнате с куклами И снова здравствуйте, Жильбер Монтане Привет, госпожа вселенная Продолжай говорить, что видишь Значит так Слева труп в кресле Повсюду стеллажи с куклами По центру место, где занимались их починкой Привет, Эрик Ты как? Было бы хуже, если бы я еще и оглох Что ты еще такой, Арно? Не знаю, сейчас посмотрим Что происходит? Не знаю, свет пропал Приехали, дай руку Пойду проверю Что за запах, чувствуешь? Кто-нибудь знает, что это? Тот же, что и в прошлый раз? Сначала мне показался запах очень стойким, но... Сейчас я почти не чувствую Отойди на несколько метров Возможно, почувствуешь запах снова Заодно не затопчешь все улики Это... этот... Этот запах очень знакомый, но... Я не могу вспомнить Эрик, только не новый приступ Дыши Дыши, дыши 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 Эй, это официальное предложение? Даже не мечтала Ты в порядке? Да, я... Прошло? Да Снова выколоты глаза Что это этот свращенец с ними делает? Возможно, жрет или продает на eBay Во всяком случае, характер преступления тот же У нашего преступника есть привычки Извращенные Играя в куклы, вырезать глаза Куклы? Какие куклы? Почему вы мне не сказали? Мы говорили, на столе три куклы Не сильно испорчены А это интересно Постой здесь, я сейчас Что? Что? На записи наблюдения какой-то тип Кассир его узнал Он часто приходил Да, и кто он? Его зовут Ксавье Ленстер Ты сказал, что не знаешь Ксавье Ленстера Ты мне солгал, мы могли бы избежать этого Мой брат ни в чем не замешан Почему ты так уверен? Он шизофреник У него расстройство психики, а не шизофрения А в чем разница? В том, что это мой брат Что он там делал? Он что, сбежал из-под стражи? Он не заключенный Пациенты, не представляющие угрозы окружающим Могут уходить из пансионата Никакой опасности, конечно В пансионате мне сказали, что он не появлялся 10 дней 10 дней? Ты биас? Да, да, я знаю 10 дней, Каминский Твой брат по уши в дерьме, Эрик И ты вместе с ним Когда ты к нам пришел, Каминский? Что значит когда? Да, кто тебя привел в отдел 5 лет назад? Ну, Эрик А тебя, Карло? Тоже он Адам? Не понял Забавно, насколько память бывает избирательна Я вас оставлю У меня полно работы Думаю, мы обдумали еще не все детали Я обдумал Сколько было статуэток? Три А сколько игрушек? Тоже три? А здесь три куклы Разные предметы, но всегда три Расставлены как зрители Ну... За работу Да Тири, подай, пожалуйста, пинцет Что это такое? Контактная линза Должно быть, выпала в момент убийства Адам на анализ ДНК, посмотрим, чья она убийца или жертва Ее владелец явно любит зеленый цвет Ну что ж Нет ни опухоли, ни ишемического инфаркта Ваша слепота досталась вам бесплатно Но обходится мне дорого Как ваше настроение? Безукоризненно А слепнуть 50 годам способствует настроению Мы изобретаем двигатели для полетов на Марс Но не знаем причин слепоты В этом парадокс науки Надежда умирает последней, месье Ланестер Надежда? Я качусь по наклонной Вопрос в том, как низко я паду С самого дна трудно подняться Да, так же говорила моя мать Матери невероятной женщины Приходите ко мне через неделю Сюда Как продвигается ваше расследование? Не шибко, убийца водит нас за нос Почему вы так говорите? Все должно продвинуться благодаря моей помощи Вы теперь тоже из полиции? Не обязательно работать в полиции, чтобы быть сообразительной Доказательство Жан-Марк Александрейц Это я его нашла, так, капитан? До свидания, профессор До скорого, месье Ланестер Габриэль, не могли бы вы перестать меня называть капитан? И как вас называть? Эрик Хорошо, капитан Эрик Очень интересно, спасибо, Адам Чувствуете запах? Запах? Нет Совсем? Нет А что за запах? Я разогрею равиоли Это быстро Блин, их больше нет Косуле подойдет? Они должны быть Я открыл только одну пачку Если я говорю, что их нет, значит их нет Я не слепая Извините Нехорошо обманывать Обманывать? Три пустые банки в мусорке Алло, алло Это полиция? У нас доказательство того, что подозреваемый лжет Мы задержим его немедленно Ладно Возвращайтесь к себе, Габриэль Сегодня вы мне больше не нужны Но Вы уверены? Да Тогда До завтра, капитан Эрик До свидания, старший лейтенант Габриэль Ксавье Я знаю, что ты здесь Это твой трюк с равиоли С самого детства ты таскал их из моей тарелки А я делал вид, что не вижу Ксавье Хватит уже играть Ксавье? Ксавье? Ксавье, я устал Ксавье ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так это ты опустошил мои ящики. Я всегда об этом знал. У тебя есть ключ. А здесь ничего не изменилось. Стоит тебя пустить, так ты займёшь всё пространство. Я помню про твой тайник. Ведь ты там прятался, когда с отцом случались приступы. Я всегда знал. Мне хотелось прийти и утешить тебя. И ты был таким маленьким. Но я боялся, что отец узнает, где ты прячешься. Почему эти приступы... ...всегда были связаны с тобой? Ксавье. Нужно, чтобы ты кое о чём подумал. Серийный убийца. Он... ...убивает людей, выкалывая им глаза и расставляй предметы возле трупов. Всегда три. Три предмета, Ксавье. Понимаешь? Как три зрителя. Скажи, что тебе ничего не известно. Я должен быть уверен, понимаешь? Не глупи, Ксавье. Ксавье. Не глупи. Ксавье. Я тебя не брошу. Я сам с ними поговорю, и они услышат. Я тебя не брошу, обещаю. Обещаю тебе, оставайся здесь. Подожди меня. Подожди здесь. Кто там? Габриэль. Я забыла свою кепку. Габриэль, постойте. Не оставляйте окна открытыми. А то простудитесь и умрёте. Доброй ночи, капитан. Ксавье. Никто не должен знать. Никто. В эфире новости с Эрико Матье. Доброе утро, Матильда. Доброе утро всем. После смерти отца, Ксавье всё больше погружался в себя. Когда ему было плохо, я должен был им заниматься. Мать ничего не делала. Чем больше он отдалялся, тем сильнее я пытался его встряхнуть, вернуть к жизни. Я был на него обижен. Считал, что это его вина. Если бы он вовремя вернулся в тот день из школы, то помешал бы отцу совершить самоубийство. Вы сказали, ваш брат всё больше уходил с себя. В чём причина? Это он нашёл труп отца. Он, а не я. Месье Ланестер, как вы? Труп. Вот что я видел перед тем, как ослёпнуть. Да. Он лежал в детской комнате. Как вы думаете, ребёнок, увидевший такое, может проделать подобное с другими? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Его я приму позже. Да. Извините меня, Флоренс. Да. Хорошо. Дата и... Отлично. Скажите, что я подойду через пять минут. С этим позже, Флоренс. Итак, дышим животом через нос. Продолжайте. Теперь вдохните грудью, задержите дыхание на две секунды. И выдыхайте ртом. Да, вот так. Вы ещё и йогу преподаёте? Нет, нет, только плавание. Иногда сам тренируюсь здесь по вечерам. Так, хорошо. Надуйте живот сильнее. Вы должны почувствовать диафрагму. Уже лучше. Эта техника поможет вам справляться с вашими приступами. Да, это мне нужно. Ну что, попробуем? Готовы? Хорошо. Хорошо. Попробуем с присосками. Такие крепления. Дайте мне руку. Хорошо. Хорошо. Наденьте очки. Вот так. Я спускаюсь, а вы ждите. Установлю их на глубине. Хорошо. Давайте, спускайтесь в воду. Вот так. Справа будет выступ. Теперь поручень. Сейчас сделаем два вдоха и на втором пойдём под воду. Хорошо? Хорошо. Не волнуйтесь. Давайте. Давайте. Почти две минуты. Прекрасно. Как себя чувствуете? Две минуты? Я больше туда не вернусь. Нет, нет, но вы способны. Сегодня мы определили границы возможного рекорда. По задержанию дыхания 11 минут 35 секунд. Ясно. Я бы сказал, что сегодня вы сделали первый шаг и скоро сможете обходиться. Без Габриэль. Присаживайтесь. Смочь и захотеть, как известно, не знаю. Вы знаете решение. Она вам его предложила в первый день. Выходим. Идём прямо. Нет, правее. Теперь сами, а я посмотрю. Вы могли бы её обойти. Во всяком случае, за три дня освоить всё не удастся. Как минимум 12 занятий с инструктором. Пытаетесь сказать, что зрение не вернётся? Нет, всегда остаётся надежда. Надежда, часто это слышу. Дерьмовая погода. Да, снова пошёл снег. Постойте. Какое у вас такси? Чёрный Мерседес. Я его вижу. Пойдёмте. Всё время прямо. Бебе! Скорее, скорее! Что такое? Что происходит, Камель? Кто это кричит? Не может быть. Что? Что там? Это Габриэль. На неё напали, она в крови. Нет, это не Габриэль. Тогда кто это? Сегодня утром её вызвали в префектуру. Она попросила Дафну помочь меня отвезти. Нож вошёл в селезёнку. Она не случайная жертва. Капитан! Капитан, что случилось? Мне сказали, что сдавны несчастные случаи. Это серьёзно? А? Нет? Что случилось? Нет! Нет! С этого момента приставьте к ней охрану 24 часа в сутки. Хорошо. Разрез селезёнки. Крупная потеря крови была смертельной. Этот тип знал, что делал. Ещё кровоподтёк на шее. Удар мог быть нанесён рукой. В каком месте кровоподтёк? Примерно на уровне Адамова яблока. Достаточно малейшего нажатия. А если сильный удар, трахея блокируется, наступает удушье, вы не можете ни кричать, ни защищаться. Этой технике обучают в боевых искусствах. И медицинских экспертов. Ну, у меня есть алиби. Доктор, вы не заметили подобные кровоподтёки на других трёх жертвах? Нет, но нельзя сказать, что их действительно не было. В данном случае след виден, так как ей ввели антикогулянт. Обычно же следов не остаётся. Думаете, это сделал тот же убийца? Удар в селезёнку с предельной точностью. Это было бы зловещим совпадением. Кажется, он входит во вкус? Не думаю. Дафна, скорее, исключение исправил. Он рассчитывал убить Габриэль. А это уже связь со мной. Понять бы, какая. Пришли результаты анализа ДНК по контактной зелёной линзе. Она принадлежала Вольтеру. Кажется, он любил покакетничать. Вряд ли. Скорее, хотел скрыть разный цвет своих глаз. Я смогу это подтвердить, если продвинетесь в расследовании. Подожди здесь. Припаркуюсь и приду. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Да, слышу, Адам. Это интересно. Я внизу с Камински. Поднимемся через две минуты. Хорошо. Это был Адам. Тобиас, Маранж и Вольтер состояли в Александрийской ассоциации. Общая деталь. Эй, куда ты меня ведёшь? И когда ты успел сменить парфюм? Камински? Что ты творишь? Где мы? Камински? Напасть на тебя перед самым участком. Он конкретно не в себе. И пост охраны ничего не заметил. Нужно приставить к тебе охрану днем и ночью. Неплохо бы её приставить ко всем александрийцам. Мы этим сейчас занимаемся. Кстати, а сколько их всего? Двадцать три. Представь этот кошмар. Я твой должник, Шарль. Если бы тебя там не было. Теперь заверш меня по имени. Должно быть, ты ушиб голову. Да, слушаю. Уверена? Перезвоните, как будут новости. Патруль заметил твоего брата сегодня утром. Но он сбежал, как их увидел. Ксавьи, ты где? Ксавьи, ты меня слышишь? Здесь, отец. Сиди тихо. Почему? На столе сидят три куклы. У всех статуэток закрыты глаза. Никто не должен знать. Обещай мне, Эрик. Никто. Ксавьи, ты где? Ксавьи, ты где? Ксавьи, ты где? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ 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 МУЗЫКА Сейчас тебе придется чаще сбегать, чтобы побыть со мной. ФИЛЬМ ФРАНКО МАНКУЗО Субтитры создавал DimaTorzok